Что такое язык вражды в медиа? Чтобы это понять, нам надо определить несколько факторов. Первое. Язык вражды – это риторика ненависти, выражающаяся в негативно-оценочных конструкциях и в визуальном контенте в медиа, которая может быть оскорбительной или унизительной для определенной расы, этнической, религиозной, социальной, гендерной или другой группы. Язык вражды может быть одной из форм дискриминации и подстрекать к разжиганию ненависти, а может и не подстрекать, когда выражается в позитивных конструкциях. Парадокс заключается в том, что язык вражды является свободой выражения и защищен законами международными и местными, определяющими эту защиту права на свободу выражения. В конфликто-чувствительной журналистике репортеры не должны забывать, что свобода выражения – это вопрос внутренней этики, а конфликто-чувствительная журналистика строится именно по этому принципу. Чаще всего риторика ненависти выражается в уничижительных клише и негативных стереотипах по отношению к той или иной группе, которые могут быть неприятными, обидными или даже оскорбительными для какой-то группы, но объективными. Например, в историях на чувствительную тематику журналисты нередко описывают своих героев с использованием речевых штампов и конфликтогенных стереотипов. Вот такие примеры использования языка вражды в медиа встречаются при описании этнических, религиозных, гендерных и социальных групп. Выделенные в примерах клише и стереотипы являются негативно-оценочным типом языка вражды и не могут быть запрещены, поскольку он не противозаконный. Но с точки зрения журналистской этики нельзя использовать в текстах негативно-оценочные формы языка вражды, которые могут быть унизительными для какой-то из этих групп и которые часто используются в бытовой лексике. Это связано с тем, что такие негативно-стилистически окрашенные штампы могут еще больше демонизировать уязвимую группу и создать по отношению к ней негативное восприятие аудитории. Подумайте, какими словами или фразами можно было бы заменить эти уничижительные клише и стереотипы, чтобы не усиливать в обществе негативные отношения к описываемым группам. Продолжение следует... Язык вражды очень распространен в журналистских текстах в скрытой форме. Иногда при освещении вопросов безопасности репортеры используют риторику ненависти в виде искажения терминов и подмены понятий, не задумываясь о том, какие последствия это принесет. Как, например, в этом отрывке из газетной статьи, где написано «До этого Д. был спокойным человеком. На момент совершения терактов он не ходил в мечеть». Из этого предложения, несящего скрытый смысл, аудитория может сделать вывод. Если человек стал ходить в мечеть, он стал совершать теракты. Скрытая риторика здесь выражается не только в подмене понятий, но и в необоснованном смешивании ислама с терроризмом. А вот такая конструкция, хотя она и не содержит уничижительных клише и стереотипов, является типом языка вражды, который классифицируется как рассуждение о превосходстве собственной этнической группы. И здесь мало кто задумывается о том, что возвеличивание этнической группы по принципу принадлежности одновременно унижает другие этнические группы, проживающие в данном государстве. Правильнее было бы написать «Мы – великий народ такой-то страны». И еще один тип языка вражды, который классифицируется как создание негативного образа этнической, религиозной, гендерной, социальной или другой группы через обобщающие стереотипы и домыслы. Вот эта фраза «Все рабочие места заняли китайцы» – это обобщающий стереотип, не подтвержденный никакими фактами, и упоминание этнической группы в негативном контексте. А вот эта фраза «Маленький кыргызский народ» – это создание негативного образа группы, через ее минимизацию. Такая конструкция с упоминанием слова «маленький» может вызвать у аудитории, принадлежащей к этому этносу, чувство ущербности. И, наконец, третья ошибка содержится вот в этой конструкции – «воевать в Сирию на джихад». Это очень сложная и очень опасная речевая конструкция, которая может породить у аудитории сомнения. Эта ошибка заключается в проведении параллелей между исламом и терроризмом. А слово «джихад» – оно относится к мусульманской религии, но никак не к терроризму. Поэтому, если есть необходимость упомянуть это слово в контексте какого-то репортажа по отношению к лицам, отправившимся воевать в Сирию, лучше всего написать «отправился на насильственный джихад». Так будет понятней. Если языком вражды наполняется медиасфера, то навязанные аудитории клише и стереотипы превращаются в истину. Поэтому в своих историях используйте максимально нейтральную лексику. Чаще всего у журналистов возникают проблемы с цитированием респондентов и спикеров. Анализ показывает, что в большинстве своем журналисты виноваты в том, что они транслируют негативно оценочные сообщения без комментариев, чем провоцируют аудиторию на ненависть. Для того, чтобы не распространять ненависть и не стать разжигателем розни, используйте пятибальный метод тестирования своего медиапродукта. Существует пять критериев, по которым вы можете проверить как свой текст, так и цитаты в конфликто-чувствительном материале. Итак, статус и репутация того, кого вы цитируете. Все тиражируемые претензии и факты цитируемого должны быть проверены. Независимо от того, кто это, простой гражданин или официальный спикер, который имеет большой опыт в манипулировании аудиторией, не должен получать освещение в СМИ только потому, что он тиражирует негативно оценочные комментарии по отношению к какой-то группе. Это позволит вам преодолеть распространение языка ненависти, а также обвинение в том, что вы его тиражируете. Содержание и форма слова. Многие люди имеют негативные мнения и распространяют их, но они могут быть разрушительными, если подстрекают других. Проверьте свой материал на наличие таких конструкций. Стоит ли его распространять? Цель высказывания или транслируемые цитаты. Когда вы цитируете кого-то из спикеров, и в его речи встречаются негативно оценочные клише и стереотипы, обратите внимание, на кого направлены его лексические атаки. Вдруг он намеренно использует вас и ваши СМИ для того, чтобы достигать целей и унижать какую-то группу. Этические журналисты должны быть хорошо информированы и уметь определять, является ли высказывание спикера или респондента намеренным, и может ли оно нанести ущерб какой-то группе. Язык ненависти не может быть языком объективного изложения фактов. Поэтому присутствие негативной риторики должно вас насторожить. Текущая социально-политическая ситуация в вашей стране также подскажет вам, насколько уничижительные клише и негативно оценочные стереотипы, если они имеются в вашем материале, могут быть опасны для аудитории. Когда мы используем язык вражды в отношении групп, находящихся в данный момент в уязвимом положении, это может иметь последствия. Например, во время этнического насилия на юге Кыргызстана в 2010 году мы фиксировали очень много уничижительных клише и стереотипов по отношению к этносам. Тогда нетолерантные высказывания об определенных этносах имели негативные последствия. Но сейчас время прошло, и конфликт уже забылся. Языка вражды меньше не стало. Однако аудитория мало обращает внимания именно на такие речевые конструкции, потому что социально-политическая ситуация уже изменилась. Всегда думайте о том, какова достигаемость ваших публикаций. Насколько вы известный журналист? Насколько известно то СМИ, для которого вы пишете? Исходя из этих маркеров, вы можете определить, какое влияние ваша публикация окажет на аудиторию. И помните, гораздо важнее ваша аудитория, чем кратковременная сенсация, построенная на речевых штампах. И еще один важный совет. Чтобы снизить эмоциональное восприятие языка вражды, вы должны быть максимально нейтральны и критичны. Тогда вам будет легче создавать материалы на конфликточувствительную тематику.